Добрый, добрый, добрый день! У микрофона друг, это студия игрокам ТВ и у нас Айлига. У нас Айлига и второй матч между командами Dream Gaming против команды Vichy Gaming. Леон, Инвокер, Визаж, Дроурренджер и Пак. Посмотрите на способ атаки команды Vichy Gaming. Весь состав команды Vichy Gaming бьет рейнджой. Ждем появления Баттлфури на Дроурренджер, я думаю. Ждем появления обязательно Владмира в составе команды Vichy Gaming. Это новая дота совершенная, то есть пик-то старенький. Да, мы берем Дроурренджер с аурой и с скиллом, который дает потрясающую ауру всем рейнджевикам, и бьем с руки. Все это было в старой доте, но теперь, но теперь Дроурренджер может бить сплэшом, только благодаря Баттлфури. Там небольшой разнос, да, там 60, там или сколько было процентов, там немного процентов для дровки, но с учетом того дэмэджа, который дровка у нас вносит в мидгейме, дэмэдж просто чокнутый. И если фамильяры сядут кому-то на голову, соберутся в кучу игроки команды Dream Gaming, там дровка должна разносить вообще всех в щепки. Увидим. В любом случае, 5 рейнджевиков от команды Vichy Gaming плюс Дроурренджер. Со стороны команды Dream Gaming по комбе давайте разберемся. Мидлейн Templar Assassin с великолепной прической. И легкую отправляется у нас Сларк для Зова, а ее будет саппортить на Рубике. И еще один саппорт Лина. Ну и Шейкер. Шейкер теперь в сложной команды Dream Gaming. В прошлой игре Шейкер был от команды Vichy Gaming. Сложный, с крутым пэтом. Здесь без всяких пэтов Шейкер. Без них. Зато, конечно, рарный тотем есть, рарный шлем. Но что это, если с тобой нет броненосца? Это не игра, это вы поняли. Со стороны команды Vichy Gaming расстановка по лайнам. На сложную отправляется у нас Ice 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 на паке. Мидлейн заберет себе Супер на инвокере. Скорее всего, Квас Векс инвок Хао на дроу рейнджера отправится в легкую. А вместе с Ice Ice может даже и остаться здесь и Флай. А, например, Финрир на визаже отправится вниз. Но здесь замедление это раз от Финрира. Во-вторых, Фрост Ару хотя бы в один вкачать Хао. И все. И что там будет с Шейкером? Да ничего хорошего с Шейкером не будет. За одно действие Гаста тут Шейкера можно, в принципе, развалить. Замедление 3-4 удара. Плевок. Все. Шейкера нет по сути. Шейкер пытался здесь подблочить крипов. В принципе, комфортную ситуацию себе организовал. Но он настреливать будут постоянно по нему. Поэтому я думаю, что командит Dream Gaming уже сейчас. Надо бить в колокол и кричать, звать на помощь. На сложную. Не слезет Хаос Шейкера. Ему не сложно здесь танковать крипов. Это не проблема совершенно. То есть, 2-3 удара так. Айс 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 у нас просил по ХП. Здесь Демонс очень плотно. Ввалил в него. Ну и Айо тоже вкастовал Телекинез. Потратил Ману. Но при этом Айс 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 практически без ХП. Тут одними танго придется отъедаться Паку. Главное под рассказ не попасть еще раз Демонса. Пока что все удачно. Тут, в принципе, Паку не так легко под лайкстрекера и попасть. Я думаю, что Айс доконтролит здесь. Что подтягивает у нас Эфуайя. Еще и стан под ноги от Демонса. Подкоп от Эфуайя. Ну и Айо на лоу ХП. И полетел Арбай. Айс 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 дальше за Айо. Еще один удар. Нет, привязывает Айса. Привязывает Айса. Лайт Страйкера от Демонса. Фёст Блат опять для команды Дримгейминг. 5 ХП у Рубика, когда он ушел в лес. Как не повезло здесь Айсу. Точнее, что значит не повезло. Как не повезло Айсу, что он не прочитал ситуацию. Не могли Дримгейминг оставить просто так умирать своего саппорта. И там в любом случае должен был вгрызаться. Зов. Айс уже здесь против Зова ковыряется. Настелил. Пассивку в один уже вкачал Сларк. Настелил ловкости. Плюс 9. Ну все, теперь демиджа нормально. У него просто подходи, делай один удар. Сларк вообще очень неприятный. Сларк, который имеет пассивку, очень неприятный на линии. Ты просто подходишь, даешь удар невзначай один, второй, третий. По чуть-чуть, там, каждые 10 секунд даешь по удару. Ну что, Демонс, скорее всего, просядет. Айс Айс Айс. Еще раз повторяем. Да, я так понимаю, Зов решил повтор сделать. Нет, Лину разобрали. Подкоп пошел по Зову. Зова, скорее всего, здесь тоже разберут. Минус 2 делает командович и гейминг. И даблкил для Пака. Хао. В это время уже с рейсбендом. Уже есть у него Бутс оф Спид. На второй рейсбенд тоже денег. Достаточно. Ну что, Хао. Комфортная ситуация. 17 на 4 счет. Первый крипстат на карте. Темплар Ассасин на втором месте. 13 на 7. Супер на миде. 9 на 1. Не так просто Суперу пока что против Темпларки. Дальше Супер будет и побыстрее бить с руки. И скиллы какие-никакие появятся. Вот. И рефракшн. Там всего лишь плюс один удар. И это не так уж и много. Леон приседает по ХП. Сдули Леона. Развалили в это время Элину. Один в один подрались игроки обеих команд. Айс 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 уже килинг спри. Ну и что? Темпларка не выдвигается у нас в сторону Пака? Нет, не выдвигается. У Пака надо еще 100 маны до появления Элизори Арба. Айс Айс Айс. Ждал здесь Айо. Ждал и дождался. Еще один... Ну, понятно, что Айо скорее всего выживет здесь. Но Айс Айс Айс. Какой же хитрый пак. Хитрющий. Хитрющий щий. Супер. В это время уже почти с фейсбутцами совсем немного осталось. У Ксинга есть Боттл. Есть Рейс Бэнд. Ничего, никаких тапок. У Супера Боттлы нет. Он и так неплохо все регенит. Ману почти не тратит, поэтому Боттла по сути ему не нужна. А ХП тут регенится за счет кваса. Я думаю, вы это прекрасно понимаете. Сейчас у мидлейнера. 7.3 в секунду. Без всяких танго. 7.3. Человек автономия этот инвокер. Назова Айс Айс Айс. Опять просто-напросто настреливает. Четвертый левел Сларк. Почти четвертый Айс Айс Айс. Обходят команду Вичи Гейминг по нижнему лайну. У Дровки пятый с копейками. Почти шестой. Гаст в один вкачал Хао. Прэшн Аура в два и в два Фрост Эролс. Ну что, замедлили Шейкер. Он понимает, чем это чревато. Шейкер сразу же Фессуру на отход. Да, без маны, правда, но зато с ХП. И то неплохо. По линии пошел настреливать Хао. Айо должен поднимать Лину под рассказ тот демонца. Фенрира закрывают у нас в лесу. Фенрир должен мансовать по кустам, как только может. Где ты, Хао? Почему ты не там? Нет, Хао не там. Хао неинтересно. Ну, в итоге Фенрир у нас умирает. Ну и демон здесь умрет 100%. Перед смертью плевок от визажа. Теперь можно развалить еще и Айо. Курьер уже два рейсбенда принес. Ой, как много демеджа у Дровки. С руки уже сейчас 140. Просто стреляй по Айо. Айо. Инфаркт здесь получит после первого же выстрела. Шесть минут сыграно. По Галдевич и гейминг впереди на тысячу. Даже тысячу триста. По экспириенсу тысячу с копейками тоже они. Пока появляется ПТ. У визажа ничего особенного. У Дровки мы видели три рейсбенда. И почти есть деньги на пауэртретс. Уж Инвокера. У Инвокера тут без маны оставил Ксинга. Через Торнадо, через Колд Снэп и по-моему ЕМП здесь было. Вот. Так вот, у Инвокера... Ой, Сларк в это время пака развалил на сложной линии. Много денег за паку. У него Киллинг Спристриг был. 516. Это для шестой минуты достаточно серьезная прибыль. Для Зова. По Нетворцу. Первое место Дроу Рейнджер. Второе Ксинг на Темплар Ассасин. Зов на Сларке на третьем месте. Ну и немножко совсем Супер отстает. Вообще почти не отстает. У Супера. Фейсбуцы нул Талисману. Темпларки в свою очередь. Фейсбуцы будут через 75 копеек. В Рейсбенд и Боттл. Все очень даже ровно. Готовится выход на Хао. Под Смаком. Темпларка. Идет сюда вместе с Шейкером. Фиссура пошла от Шейка. Хао на ло ХП. Хао, скорее всего, здесь умирает. Газ дает, но это так. Это вопрос дополнительной секунды его жизни. 4-5. Очень удачный фраг от команды Dream Gaming. Забрали Дроур Рейнджер. 600 голды получили. И для Темпларки еще один фраг. И по экспириенсу тоже неплохо ДГ поднялись. Файт у нас продолжается. FY в кустах застрял. Лину развалили. FY здесь дерется против Зова. Точнее не дерется, а просто избивается с Ларком. 2 в 1 размен. Команда Вичи Гейминг. Начинает проигрывать. 5-6 по фрагам. По золоту Вичи Гейминг должны немножко вниз спуститься. По экспириенсу они уже упали. С 1500 до 500. Ну и по голде с 1500 до 1000. Айс-айс-айс. 3-2. Два фрага на ровном месте для пака. Шел 3-0. Теперь уже две смерти подряд. Многовато. Физура пошла в Айс-айс-айса. Поднимает его Айо. Привязали. И даже не получилось арбу провязать у нас паку. Это не лучший показатель вообще. Сложные линии. 3-3 идет у нас. Айс-айс-айс. По Нетворсу пак. Неплохо. В принципе. 2500. Но. 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 Три раза подряд умирать. Да. Что-то нужно менять. Это не должно так быть. И систематичность в этом. Если нарисуется. То будет огромная проблема у команды Вичи Гейминг. Пока что в ноль скатили свитчи Гейминг по золоту. И 500 проигрывают по экспириенсу. Файя 3-й левел. Печально смотреть. У Инвокера почти 8-й. У Дроу Рейнджер 8-й. ПТ есть. Три рейсбэнда. Ну что. Цепляют у нас демонца. Лайтстрайкеры по Хао. Еще один удар. Ну и без него. Обошлись. Фенрир. В итоге у нас плюнул в Хао. Ой. Не в Хао. Точнее. А в Лину. Ну. Хао в это время просто стоит и расстреливает с пулемета. Дровки здесь приобретать. Я не знаю. Мом разве что. Ну да. Можно Мом приобрести. И просто бежать и бить. Хотя зачем. 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 Зачем Мом. Не надо Мом. Айс Айс Айс. На Темпларку в мидлейн. Леон забирает фраг. Супер на лоу хп. Но здесь есть чем отхилиться. Урнов Шадоус есть для супера. Ну. Вичи Гейминг здесь просто на классе давят. На самом деле. 7-7 счет. Но. Выглядит Вичи Гейминг намного увереннее. Эти фраги я думаю скорее всего закончились для команды Дрим Гейминг. Сларк у нас ПТ с Аквилой и с Пурмен Шилд. Вичи Гейминг забирают в это время Т1 на мидлейне. Супер. Побежал дальше за Шейкером. Без ЕМП супер. Потому что сам без МП. Да и в КД здесь ульт. Торнадо. Колд Снэп. Ну. Уходит. Шейкер. Уходит. Файт закончился без фрагов. Темплар Ассасин. Фейсбут Си. Сейдж Маск для Темпларки. Наверное Аквила. Сейчас посмотрим. Базилка может в принципе уже лететь. Да нет. Да. Базилка полетела у нас с Темпларки. Будет рингов Аквила. Под смоком Дрим Гейминг. Во вражеский лес. Найдут здесь Эфвая. Уже нашли. Но догнать Эфвая не получится. Транквил у него и у Рубика просто один тапок. Или он 380 мув спит. А здесь 340. Не догонишь. Так вот Сларка. 250 на руках. Все вот это мы уже видели. У Зова ничего интересного нового не появилось. Зов у нас с линии на линию пока перемещался. Отправляется команда Дрим Гейминг на нижний лайн. А в это время на топе уже Супер и Айсайсайс развалили Т1. Первый тавр. Даже второй тавр для командовича Гейминг уже упал. Так. У нас Келлинг Сприг где? Эфвая убили на Мид Лейне. Что ты здесь делаешь? Почему? Одни твои ребята пушат топ. Другие должны бы по сути дефать низ. А не умирать саппорту на Мид Лейне. Зачем? Зачем? Немножко совсем до Медальона. Да в принципе все. Просто принести Медальон необходимо у нас в визажу. Медальон Финлиру уже полетел. Пайт у нас на топ Лейне. Паунсом Зов достает. И поэтому разваливают Сларка. Ну и Супер отходит. Госфолк у нас от Супера. А просветочки нет. Никто не носил. Никто знать не знал, что Супер у нас такой скиловой. Но это удивительно, как можно выходить на инвокера, не беря с собой просветку. Иначе, ну, в таком случае, что вы от инвокера ожидали? Что Супер в составе команды Вичи Гейминг лох? Это перебор, ребята, перебор. Так, у Хао уже есть Мордип Маск. И в принципе на Мом денег достаточно. Но я думаю, что Хао на самом деле пойдет у нас во Владмир. Советую не думать, что легкая наркомания у нас здесь началась. Вот, пожалуйста. Вампиризм. 10% дальний бой. Еще это и аура. Аура по всем. А здесь все могут получить 10% вампиризма. Ну и понимаете. Так, развалили демонца. ЕМП тут даже не доработала. Лина отправляется в таверну. Так вот, аура от Владмира на Хао. Сама по себе чудовищно мощная будет. Потому что сюда подключается Престейшен Аура на демедж. И все бьют очень много с руки. Поэтому и хилятся очень много. И вообще файться не хочу. Ксинг стоит здесь и будет, наверное, красть Эггис, если у него получится. Так, ульта пошла от Шейкера. Хао развалили. Айс-Айс-Айс под ЕМП стягивает всех. Зоу на лоу ХП входит в Шадоу Дэнс. Настреливают здесь по Ксингу. Айс-Айс-Айс на хэкграунде. Хао давным-давно у нас уже в таверне. Флебок в Шейкера. Шейкера убили. Дальше за Ксингом. У него нет возможности отсюда свалить. Иллюзори Рорп. Айс-Айс-Айс прилетает поближе. Сайленс дальше по Ксингу. Через 13 секунд аж будет новый рефракшн. И пошли Фамильяры. Саджай Фамильяров. Садится Фамильяр прямо на башку Темпларки. Отвалилась Темпларка у нас под фонтан. Дальше за Зовом. Айс-Айс-Айс сюда не прыгает. Так, у нас еще один ЕМП от Супера. Ну и что? И минус Лина к тому же. Триплкилл уже от Визажа. И скорее всего ультракилл, да? Ультракилл от Фенрира в этом файте. Это вам обычные Фамильяры. Ну обычные. Обычные и необычные. Под Аурай Дроу Рейнджер эти Фамильяры бьют просто как чокнутые. Истерика. Просто полнейшая истерика. Бьют со скоростью огромнейшей. Дэмэджа тоже у них много. Ну и вот вам ультракилл. В одном файте. Визаж заработал столько, сколько Визажи вообще за всю игру могут никогда не зарабатывать. 2400 на руках у Фенрира. Поймел всех. 5 с копейками у Вичи Гейминг по золоту. Преимущество и по экспириенсу 4000 тоже для коллектива Вичи Гейм. По мидлейну. Дальше готовится выход. Супер. ЕМП под ноги Демонсу. Демонс скорее всего файтиться у нас уже не будет. Развалили Шейкера. Пытается супер мансовать от Зоуа. Зоу под Шадоу Дэнсом. Тут далеко особенно не убежишь. Во-первых, мув спит. Во-вторых, скорость атаки приличная. Ну еще один удар по Айо. Стан у нас от Демонса по Хао. И ловит его Зоу. И Хао опять в таверн. Нет. Потерянный Аэкис. Но после того, как встанет, надо его сейвить. Иначе умрет же. Айс Айс Айс. Не ворвался. В итоге Айс 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 остался на месте. И развалили в мгновении окон у нас. Дроу Рейнджер. Еще и будет гнаться за фамильярами здесь ксейнг. Фамильярам теперь надо несколько ударов. Теперь им необходимо сделать, по-моему... Так, сколько по ним ударов? По фамильярам, по-моему, надо сделать теперь 4 удара, если я не ошибаюсь. Или 8... Да, 4 удара. И независимо от демеджа совершенно. Каждый из ударов снимает с них 4 хп. Что, еще один файт. Синк у нас под ЕМП стал. У тебя отсюда вряд ли получится. Ловят его. И еще есть дрим-койл. Вот Айс 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 здесь. Дальше команда Вичи Гейминг потащила дрим-гейминг. Налог хп, правда, здесь инвокер. Развалили инвокера. Убивают также еще и шейкера. Минус 2 делает команда Вичи Гейминг. Ну и зов. Без шадоу дэнса, точнее без возможности его проюзать. Просто не выпустили. Из сайленса, из станов. Минус 3 делает команда Вичи Гейминг. Полторы тысячи по золоту. 3 300 по экспириенсу. Минус тавр на мидлейне. Внешних тавров осталось 2. Один на нижней линии, другой на топе. Но тот, который на топе, 184 хп. Просто прилетай фамильярами и сноси его. Тем более курьеры, по-моему, здесь линию пушат. О, курьеры. Крипы, конечно же, пушат линию на топе. Рано или поздно подойдут сюда под тавр. Будем наблюдать за его падением. У пака на айс-айс-айс. Есть мека, есть энерджи бустер. Куда ты, пак, собрался с этим энерджи бустером? Ну, думаю, соул бустер, скорее всего. Который в итоге у нас превратится в актерин орб. Актерину кор, точнее. Возможно. Возможно, будет совсем не так все. Глянем. Странно, пак у нас не пошел в аганим. Пошел в какую-то ерунду. Но это его личное дело. Никогда, ну, редко такое увидишь, когда энерджи бустер сам по себе в... Этем билде. Значит, проседал айс-айс по мане. Не хватает чего-то. Топчется команда Вичи Гейминг. С ноги на ногу перед Т2 своих оппонентов. Грейвчилл забирает здесь Рубик от визажа. Ну, Рубик, наверное, первая и самая желанная цель. Его будут первым выносить. Дальше займутся Шейкером и Линой. МДФ как-никак понижает. И это очень даже полезная штука. Ну что, дальше за Зовом. Подкоп от ФВА. Мимо. Элизориор пошел от айс-айс-айса. Врываться смысла никакого. Развалили у нас в итоге. Рубика. Рубика забирает инвокер. Я не понял, чем, кем, чем, как. Неужели просто с руки? По-моему. По-моему. Или Торнадо сработал от Супера. Начинают заходить на хайграунд игроки команды Вичи Гейминг. В принципе, все фуловые ульты почти у всех, кроме Леона. Леон у нас как раз в Рубика и валил. Finger of Death. Сларк оцепляет. Сларк в хигсе упрыгивает на хайграунд. Ну, топчется здесь на хайграунд. Игроки команды Вичи Гейминг не подходят близко. ФА пошел маны немножко настелить. И вытягивает часть команды Dream Gaming на мидлейн. В это время можно заходить по низу. У себе сплит-пуш, сплит-заход на хайграунд. У Фуаи есть даггер, поэтому может помансить. Просто так в него не впиться. Фенрира ловит здесь зов. Поднимают ветра у нас зова. Фенрира юзает меку для него. Ну и что? И умирает в итоге у нас визаж. Со своим Солар Крестом. Дезолятор появляется на Темплар Ассасин. Первый артефакт на дэмэдж от Темпларки. Я думаю, что Вичи Гейминг могут потерять все преимущества, которые они так долго зарабатывали, если еще пару раз попытаются зайти на хайграунд и так сольются. По одному, по два. Как бы Dream Gaming назад их не погнали. Фуаи ловят в собственном лесу под нижней руной. Забрали Фуаи. Заработали на нем 580 по голде. Дальше побежал у нас Зол. Готов в файтис. Эльзориор по Тайсайсайсу. Dream Coil по двоим. Ну демонса точно заберут. Сларк скорее всего уйдет. Хотя фамильяры его еще гонят. Но Сларку тут немного осталось. Все. В принципе уже вне зоны Вижена. Скорость бега 500. Беги не хочу. А Йо здесь стал абсолютно... Абсолютно по-партизански. В ёлках леса команды Вичи Гейминг. И улетел. По итогу этого файта. Так, эхо слэм у нас от шейкера. В кого? Непонятно в кого. 2 тп сразу отсюда. Далее эхо слэм вроде бы в хау. Но по-моему по хау не попали. Хау заяведил манта стайлом этот мув. А ну-ка я буду смотреть. Потому что вещь-то полезная. Бежит у нас хау на дроу рейнджер. Эхо слэм. Ну хау манта стайл. И гаст и валит сразу. Всё, и все убегать отсюда. Весело. Команда Вичи Гейминг. Так, уже готово заходить на хайграунд. Теперь по мидлейну. Стоят здесь хау. Супер, Финрир и Айсайсайс. Идёт до сих пор Фуай поближе сюда. Кстати, не пожалели никого. Сентри варды. Вообще два одинаковых центрика стоит. От команды Дримгейминг. Недоконтролили ли данную ситуацию. Ну что, пошёл файт от команд. Всё это под хайграундом команды Дримгейминг. Даблкил делает Айсайсайс в этом файте. Влетел в толпу там. Произал у нас Ванингрифт. И Рубик вместе со Сларком отъезжает. Это означает только одно. Это означает, что мидлейн, я думаю, команды Вичи Гейминг будет... Точнее, команды Дримгейминг будет падать. 13 тысяч золота Вичи Гейминг. 8 тысяч экспириенс. Мида нет. Можно и на низ смещаться, не переживая вообще. Хау уже у нас отправляется вниз. Дэмэджа куча. Манта Стайл есть. Иллюзии есть. Иллюзии помогут и лайн подпушить, и развалить здесь бараки. Впились у нас в милишный барак. Должны в итоге его убивать. Ждём, смотрим. Фамильяры. С нормальным количеством дэмэджа фамильяры помогают. Пак в это время собирает у нас Гвардиан Гривз. Ловят Сларка. Сларк сам решил в Атваку пойти. Хау на лоу хп. Выхиливают Хау. Хау готов файтиться. Зов на лоу хп. Валить отсюда. Поднимают в телекинез. Дисайсайсайсайса. Фингер оф Деск пошёл в Зова. Демонс на лоу хп. Лагуна Блейд в Хау. Хау на лоу хп, но живёт. Дальше погоня за Хау. Хау сжирает в итоге у нас Шейкера. Файт продолжается. Плюнули в Сларка. Сларк после байбэка отправляется в таверну. К Синг на Темплар Ассасин. Гонят его фамильяры. И скорее всего угонят отсюда. Ну здесь Шейкер в итоге забирает пака. Но Шейкер сам отсюда не уйдёт. Это доминейтинг. Даблкилл в одном файте от инвокера. Минус 150 героев делает команда Вичи Гейминг. Сейчас посмотрим файт рекап. Скорее всего Ксинг тоже отправится в таверну. Да. Это ГГ 100%. Делать тут больше нефиг. Файт рекап покажите. Да. Тут 150 против 138 умерли в этом файте. ГГ да. Ладно. Не будем так рассмотреть. 8200 экспириенса за один файт. 24 минуты всего сыграли. Такое ощущение что 2 часа ребята месились. Поздравляем команду Вичи Гейминг. Круто смотрится. Два матча подряд. На ура. Всё просто великолепно. Ну что. Пока что не забывайте подписываться на наш Твич. В котором. В котором собственно да. В котором у нас все трансляции проходят. И не забывайте заходить в группу ВКонтакте. Нажимать там тоже подписаться. И канал на Ютубе тоже вас буду рад там видеть. Сейчас я скажу. Что у нас там впереди. На повестке у нас матч. Который начинается в 16.00. Тонг-фу. В. ХГТ у нас играют против. 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 Секундочку. Вроде Вичи Гейминг. Да. Против Вичи Гейминг играет. На одном сайте написано, что это Тунгфу WZ, на другом, что это Вичи Гейминг. Да, скорее всего, Вичи у нас будут продолжать свой суперкрутой поход против, теперь уже против команды Hyper Glory Team. Ну что, пауза 20 минут, даже никакой ребродкастик сюда не вставить. Услышимся с вами через небольшой промежуток времени. Пока что перерыв музыка, не переключайтесь, задавайте свои вопросы в чате или в личку ВКонтакте, по возможности всем отвечу. До скорой связи.